Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Одно из значимых событий на этой неделе – 1 сентября. Первый звонок прозвенел во всех школах, оповестив о начале нового учебного года. Кадетская школа Анапы встретила 1 сентября в новом современном здании. Для мальчишек-кадетов к 1 сентября были созданы все условия для того, чтобы они смогли воплотить свои мечты в реальность. Торжественные линейки прошли во всех школах Анапы. В школьном дворе школы номер 7 и гимназии Эврика первый звонок прозвенел дважды с интервалом в полчаса. Особенность торжественной линейки в этом году первоклассники и ученики начальной школы в единой новой школьной форме – спокойного серого цвета с яркими вставками и в разных вариантах фасонов. В этом году в 36 учебных заведениях приняли более 19 тысяч учащихся школьников и гимназистов. Из них 2141 пошли в первый класс. Для них в первую очередь прозвенел первый школьный звонок, зовущий на первый урок. И еще одно событие, важное для жизни города. В рамках программы «Безбарьерная среда» новые объекты становятся доступнее для всех категорий граждан. Программа завоевывает новые пространства, а теперь спортивная школа номер 3 присоединилась к списку доступных объектов для людей с ограниченными возможностями физического здоровья. Для людей, вынужденных передвигаться в инвалидном кресле, сделан пандус с учетом требований строительных норм и правил. В установлены поручни, дверные проходы расширены. Для слабовидящих разработаны мнемосхемы, работает кнопка вызова на входе. Спортивная школа номер 3 – первая, где переоборудовали вход. Запланировано введение «Безбарьерной среды» еще в шести. В очереди на расширение границ пространства для малоподвижных людей, гостиницы, санаторий и объекты торговли. В планах управления соцзащиты – разработка проекта по занижению бордюрных камней на тротуарах. Первый урок после летних каникул – урок безопасности – провели инспекторы ГИБДД в анавских школах, чтобы юные участники дорожного движения вели себя на дорогах правильно. Школьники ответили на вопросы инспекторов, выполнили творческие задания и после сдачи теоретического экзамена юным участникам дорожного движения вручили первые документы – настоящее удостоверение юных пешеходов. Благоустройство города на постоянном контроле властей курорта. На этой неделе работы в двух скверах продолжились. В сквере в районе школы номер 5 ведутся работы по замене тротуарной плитки. Анапчане и гости курорта с пониманием переживают временные неудобства. Обходят рабочую бригаду и с интересом наблюдают за процессом. Рабочие демонтируют бордюры, снимают старую разбитую плитку. Она пролежала почти 30 лет. На необходимость благоустройства сквера у пятой школы внимание городских служб обратил глава Анапы. И началась активная работа по благоустройству. Для еще большего комфорта перестеливают тротуарные плитки и дорожки, оборудуют пандусы. Зеленую зону тоже облагородят. Старые сухие аллергенные кусты срезают. На их место высадят быстрорастущие, дающие густую тень деревья, которые хорошо переносят в местный климат. Подсадят по периметру и хвойные кустарники. Уже в октябре сквер будет выглядеть иначе. И у памятника три свечи в районе школы номер 7 развернулись строительно-монтажные работы. Здесь перестилают тротуарную плитку на прилегающей территории и пешеходных дорожках меняют бордюры. Завершение работы запланировано к концу октября. Многочисленные жалобы на обчан глава города обсудил с чиновниками на общегородском планерном совещании новые правила для коммунальных служб. Отныне бюджетные средства они будут получать только по факту произведенных работ. За качественно произведенную санитарную очистку города, своевременный вывоз мусора и озеленение. Деньги налогоплательщиков должны отрабатываться, заявил на общегородском планерном совещании глава курорта Сергей Сергеев. Еще одно совещание по санитарной очистке города провели на этой неделе. Совещание было вызвано экстренной ситуацией, сложившейся на территории Анапы, Алексеевки и Анапской. На эти цели расходуют более 106 миллионов рублей из муниципального бюджета. Анапчане жалуются за деньги, которые они перечисляют в виде налогов и оплаты услуг ввоза мусора. Жители города хотят элементарных вещей – порядка и чистоты. Заместитель главы Анапы Яна Дуплякина сообщила, что на санитарную очистку города в этом году выделено на 12 миллионов рублей больше, чем в прошлом. Более того, погашена задолженность администрации за 2011-2012 годы. Тем не менее, профильные предприятия накопили 6-миллионную задолженность перед пенсионным фондом. Анапа благоустройство доведено до состояния банкротства. Первый заместитель главы Светлана Яровая доложила, начиная с понедельника, она ежедневно проводит встречи с участием руководителя ТОС, координаторов советов микрорайонов, представителя мусороуборочной компании. В масштабной работе привлечен отдел по соблюдению правил благоустройства управления муниципального контроля. И уже есть результат. Ситуацию с уборкой города удалось изменить. Но для наведения окончательного порядка необходимы кардинальные меры. Решить наболевшую проблему определенно так. Если уборка производится не вовремя или некачественно, компания просто не получает деньги за ненадлежащую работу. Каждое нарушение будет зафиксировано и отражено в соответствующем акте. Продолжили наводить порядок в системе застройки установленных торговых объектов сотрудники управления муниципального контроля. За один день демонтировали 8 незаконно размещенных объектов, 5 металлических гаражей, торговый павильон и прилегающие к нему летнее кафе, 2 киоска по реализации турпутевок. Та же участь ждет в скором времени еще 7 объектов. За август специалисты управления муниципального контроля составили 335 протоколов за нарушение правил благоустройства, строительства и размещения торговых точек. Вот такой мы увидели уходящую неделю. Смотрите сегодня в итоговом выпуске программы. Ремонт роддома продолжается. Сверх запланированных сметой работ. Горячее питание как залог успешной учебы. На территории Анапы объявлен 5 класс пожароопасности. Убедительная просьба к анапчанам и гостям курорта соблюдать правила пожарной безопасности. Чисто по-соседски самые красивые дворы Анапы в нашей рубрике. И сейчас обо всем подробнее. Ремонт роддома в Анапе продолжается. Работу выполняет рабочая бригада «Идеалтрейд». Мы узнали подробности и ход работ. Фасад здания облицован светлой плиткой. Цоколь готовят под керамогранит. Все окна в здании заменили. Новый пандус выполнен по нормам и требованиям строительных правил. Рабочая бригада компании «Идеалтрейд» – 14 человек, трудятся без выходных. Кроме работ, указанных в смете, в ходе ремонта оказалось, надо выполнять дополнительные. На данный момент выполнено бетонных работ в два раза. Навесов у нас по смете было 40 квадратных метров. Выполнили 300 квадратов. Сделаны откосы внутри здания. Хотя в смете этих работ тоже не было указано. Сверх нормы работы по монтажу кондиционеров, установка сливных труб, замена оконных блоков в подвале. Если делать, то по совести и качественно. Это главный принцип работы прораба Александра Гудько. Поэтому берутся за дополнительный объем. Ремонт выполняют по возможности быстро. На следующей неделе запланировано асфальтирование площадки у роддома. Объект, действующий в роддоме, в плановом режиме. Проходят операции выписка новорожденных. И каждое такое событие – время простой рабочей группы. Но, несмотря на вынужденные перерывы, ремонтные работы ведутся активно. И уже здание роддома выглядит по-другому. Об организации школьного питания, ремонте пищеблоков и компенсационных выплатах доложила на планерном совещании начальник управления образования Нина Филофеева. В настоящее время в городе-курорте работают 28 муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых школьники получают горячее питание. В сеть пищеблоков входят 26 школьных столовых полного цикла и два буфета раздаточные – в школах номер один и номер 25. Более 18 тысяч школьников ежедневно получают горячее питание. Впервые в 2014 году муниципальной программой предусмотрены средства на питание детей из многодетных семей. Увеличено количество учащихся, получающих льготное питание. Сегодня это 2524 ребенка. На сегодняшний момент у нас таких детей из многодетных семей 2524 ребенка. Для комплексного решения вопросов организации питания учащихся в муниципальной программе развития образования заложены денежные средства на компенсацию стоимости питания школьников. В 2013 году на эти цели было направлено 14,7 миллионов рублей, в этом году 39,5 миллионов рублей. Сергей Павлович, большое спасибо. Мы основную массу долгов по питанию закрыли. И сейчас, когда я разговариваю особенно с заведующими детских садов, они говорят, что теперь они могут требовать качества поставляемой продукции. Компенсационные выплаты из местного бюджета на одного школьника в день составляют 9,5 рублей. На ребенка из многодетной семьи 22 рубля 25 копеек. Стоимость завтрака в общеобразовательном учреждении 35 рублей. В качестве дополнительного питания школьники дважды в неделю будут получать молоко. Во втором полугодии на организацию питания школьников планируется направить 13,6 миллионов рублей. На питание детей из многодетных семей 5,3 миллионов рублей. На обеспечение молоком 5,4 миллиона. В рамках подготовки к учебному году на ремонт пищеблока в пяти школах номер 2, 6, 9, 12 и 24 потрачено более 2 миллионов рублей. Из внебюджетных средств учреждения образования привлекли на ремонт пищеблока в более 6 миллионов рублей. В этом году на подготовку школ к новому учебному году из местного бюджета будет выделено 52,5 миллиона рублей. Значительное внимание уделялось приобретению нового оборудования, благоустройство территорий, улучшение качества питания в столовых и вопросам безопасности. К новому учебному году 11 учреждений приобрели 31 единицу современного технологического и холодильного оборудования для пищеблоков на сумму 1 миллион 770 тысяч рублей, выделенных по муниципальной программе. В Анапе объявлен самый высокий пятый класс пожароопасности. В связи с этим специалисты Управления гражданской обороны и защиты населения напоминают жителям-гостям курорта правила обращения с огнем. Пора отпусков и пора отдыха, пора задуматься о безопасности. Лесные и ландшафтные пожары, как результат отдыха, частое явление. Избежать возгорания трагедий при пожаре можно, выполняя элементарные правила безопасности. В первую очередь действует правило такое – пожар легче предупредить, чем ликвидировать. Каждый, кто хоть на секунду берет зажигательный предмет в руки, он должен задать себе это правило, насколько он его будет соблюдать. Отдохнуть на берегу, в лесу или дома – законное право каждого человека. Но статистика упрямо доказывает – беспечный отдых заканчивается печально. Ежегодно в России примерно 18-20 тысяч гибнут при пожарах. Тоже здесь нет никакого лукаста. Основной – это человеческий фактор и тоже это в основном состояние алкогольного пьянения. Все пожары, которые происходят в частном секторе или многоквартирных жилых домах – это несоблюдение элементарных правил по обращению с огнем. Курение в постели в состоянии алкогольного пьянения и так далее. Если он отдыхает в заказнике, в заповеднике, он должен поставить в известность администрацию людей, которые отвечают за эту территорию. Если эта территория малоконтролируема, то, значит, должен применить все правила предупреждения. А именно, если он хочет развести костер, значит, у него должны быть какие-то подпудные ему на данный момент приспособления, которые могут ликвидировать распространение огня. Это могут быть хлопуши, это могут быть ветки деревьев, это может быть простая канистра с водой. То есть, если вы выезжаете на природу, то маломальский запас воды у вас должен быть всегда с собой. В крайнем случае можно использовать огнетушитель, который находится в автомобиле. В сухую и жаркую погоду лучше воздержаться от посиделок в лесу с разжиганием костра. Это же правило действует и для романтиков, отправляющих в небо фонарики с желаниями. Неизвестно, где приземлится огненная мечта и какие последствия вызовет безобидное на первый взгляд действие. При пожаре, приняв необходимые меры для тушения, звоните 112 с мобильного. Телефон единой диспетчерской службы 320-94 и 0-51 с мобильного. Ушел из жизни Сергей Иванович Ненастьян. Ветеран Великой Отечественной войны в 1945 году принимал непосредственное участие в параде победы на Красной площади в городе Москве. Награжден двумя орденами и 19 медалями. Трудовая деятельность Сергея Ивановича Ненастина началась на строительстве укрепительных районов при обороне Москвы и годы Великой Отечественной войны. В 1974 году после увольнения из рядов вооруженных сил СССР Сергей Иванович на добровольных началах возглавил создание Анапского городского совета Всероссийского общества автомобилистов. Сергей Иванович Ненастин был прекрасным руководителем, обладал хорошими организаторскими способностями и трудолюбием. Всегда находился на передовом рубеже общественной работы, обучения и воспитания подрастающего поколения. Неоднократно Сергея Ивановича заносили на доску почета муниципальным образованием город-курорт Анапа. 13 августа Сергею Ивановичу Ненастину исполнилось 89 лет. Продолжаем выпуск. Ко дню города будут подведены итоги конкурса на лучшей дворе Канапы. Мы продолжаем специальную рубрику «Чисто по-соседски», где будем знакомить анапчан с участниками конкурса. На дереве у дома кот ученый с вопросами к нему пес Шарик. Семейство пчел и лягушек живут на клумбе по соседству. Еще одна семейка – зайцы. Игрушки будто получили вторую жизнь после пыльных чердаков. Пока работали, здесь зарастало все травой. Как пошли на пенсию, это самое. Вот с соседями, первые соседи начали, взяли землю, это самое. Решили немножко привести в порядок. А игрушки сначала на мусорках. Люди выбрасывали, а мы собирали и что-нибудь придумывали. А потом сейчас к нам и соседи приносят. Делятся семенами и рассадой растений. У затейников, проживающих в многоэтажке на улице Лермонтово, даже свой мини-вариант белой шляпы. И как по цепочке благоустраивают дворовые территории друг за другом. Из поваленного дерева получилось два пня. Их обживает семья львов. Отдыхающим очень нравится, потому что не видели они нигде такого. Анатолий Кулик с удовольствием рассказывает и показывает, с чего все начиналось. Три года назад здесь был заросший сорняком участок. Сегодня игровая декоративная площадка. Была бросовая земля, росли кустарники, трава. Решили преобразить этот участок. Наряду с этим у меня жена очень любит ухаживать за цветами. Начала ухаживать за цветами, сажать цветы. А я потом наряду с этим решил уже благоустроить немножко территорию саму. Первая декоративная фигура, он же охранник клумбы Пенек, настоящий со всеми сучками. На скамейке ручной работы музыканты. Супруг симпатичной козочки переехал из соседней клумбы для гармонизации отношений. Мы говорим, давай к твоей козе козла дадим, а к моему зайцу девочку это самое. И уже получилась пара. Спасили юбку, корзинку с этой. Вот так вот и делимся. Теперь играют и поют вместе. Анатолий Кулик вырезал для них инструменты из дерева. Присоединилась к акции благоустройства двора Татьяна Марченкова. Ну вот тоже глядя на соседей, выглянешь с окошка. Один был пустырь, а у них посмотришь красота. Вот тоже решила довести порядок здесь и вот на этой стороне. Ну вот понемножку вот теремочек сделали. Ну и так вот ухаживаем. Вот слава богу тоже вот спасибо им большое. Кандагар помогает немножко с водой. А так вот собираем, с домом выносим, поливаем. Ну короче ухаживаем за своим двором. Руководитель организации Кандагар ежедневно помогает водой, помог установить и ограждение. Чисто по-соседски. Их офис находится здесь же, в чудо красивом дворе на Лермонтово, 82. С 15 по 17 сентября Управление сельского хозяйства и учебно-методический центр развития ЛПХ станицы Брюховецкой приглашают граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на бесплатное обучение кролиководству. Желающие пройти курс обучения могут обращаться в Управление сельского хозяйства по телефону 320-74 и 307-65. В субботу 6 сентября в 17.00 на стадионе «Спартак» состоится одна из самых важных встреч для анапских футболистов. Напомним, что последняя игра городского футбольного клуба с командой «Сочи» завершилась чистой победой анапчан. Поддержим нашу команду. Добро пожаловать на стадион «Вход свободный». На сегодня это вся информация. Далее прогноз погоды на выходные. Партнер выхода прогноза погоды – салон магазина изделий с камней самоцветов «Тайной медной горы» и «Золотой цирк» Юрия Нюкулина. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин «Тайной медной горы» приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон-магазин «Тайной медной горы» подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Уважаемая публика, дорогие ребята, «Золотой цирк» Юрия Нюкулина снова в Анапе. Только выдающиеся артисты получили право выступать под сводами цирка великого клоуна. Итак, мы начинаем. Смотрите и восхищайтесь! 752 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды плюс 25 градусов. В воскресенье 7 сентября в Анапе малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем плюс 28-30, в ночь на понедельник плюс 22 градуса. Ветер переменный северо-восточного и северного направления, 3 метра в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Температура морской воды плюс 25 градусов. Далее блок полезной информации от партнера программы «Итоги недели» производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи и приятных вам выходных! Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны 48300 и 48333. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова